Сегодня в программе. Тепло вашему дому. Накануне топительного сезона мы посетим предприятия Гомельстройматериалы и Гомельстекло и узнаем, готовы ли они к повышенным требованиям энергоэффективности, которые диктует рынок. А также познакомимся с указом номер 327 и узнаем, какие преимущества у жильцов многоквартирных домов, построенных до 1996 года. И в чем основное отличие капитального ремонта от тепловой модернизации. Сегодня во всем мире все большее внимание уделяется теплоэнергосбережению. Беларусь не исключение. С этой целью в нашей стране проводится целый комплекс мероприятий. Среди них модернизация жилищного фонда, в ходе которой повышаются требования к качеству используемых материалов. В нашем регионе работают предприятия, которые непосредственно выполняют эту задачу, замещая импорт продукции собственного производства. К примеру, теплоизоляционная плита торговой марки Белтеп предприятия Гомельстройматериалы имеет широкий спектр применения. При строительстве и капитальном ремонте, реновации и реконструкции зданий, модернизации сооружений, независимо от их типа. Продукт на самом деле уникальный. География и спектр использования очень широкий при реконструкции, строительстве, реновации зданий и сооружений. От напольных покрытий, стен, чердачных перекрытий, кровель, изготовление сэндвич-панелей. Основные отличительные черты, конечно же, это низкая теплопроводность этого материала, длительный срок службы, где-то порядка 50-70 лет срок службы плит. При этом очень важно, что на протяжении этого периода они не теряют своих физико-механических свойств и остаются такими же в первоначальном виде. Из тонких, хаотично переплетенных волокон, между которыми находится воздух, за счет этого она обладает высокими теплозащитными свойствами и звукоизоляционными. Экологичность, негорючность, долговечность. Все это обусловлено тем, что основной материал, с которым заталивается ментлита, это базальт. И долговечность, огнестойкость, она сопоставима с самим основным материалом, базальтом. Высокие физико-механические показатели, благодаря чему плиты минераловатные могут использоваться для утепления кровель, полов, стен, фасадов зданий, даже в тех местах, где материал несет нагрузку. Сегодня продукция предприятия «Гомельстройматериалы» пользуется широким спросом не только на белорусском рынке, но и более чем в 20 странах Европейского Союза. Таких как Германия, Австрия, Чехия, Словения, Румыния, Польша, а также в России и в Украине. Чтобы обеспечить постоянно растущие потребности, работают две технологические линии, каждая мощностью 27 тысяч тонн плит в год. В общей сложности 54 тысячи тонн в год различных марок и плотностей экологически безопасной продукции. Сегодня рынок диктует свои условия, свои требования. По этому материалу уже недостаточно тех толщин, которые есть. Нужна толщина до 300 миллиметров. Также ширина ковра необходима иная. У нас 1800-2000. Рынок требует 2400 миллиметров. Нужно будет заниматься реконструкцией и модернизацией производства. Мы прорабатываем вопросы по выбору проектной организации, которая будет готовить прединвестиционную документацию по выбору оборудования, места установки оборудования для производства минералатных изделий. В последнее время большую популярность на рынке набирает еще один универсальный гомельский продукт – энергосберегающее стекло. Оно используется в производстве стеклопакетов для снижения затрат на обогрев зданий при строительстве новых и модернизации старых домов и сооружений. Мы находимся на участке специального стекла, на котором установлены две производственные линии, одна из которых – линия по производству стекла с покрытием, на которой мы освоили и успешно производим энергосберегающее стекло. Провели сертификацию и планируем в ближайшее время произвести мультифункциональное стекло и солнцезащитное стекло. Мультифункциональное стекло называют два в одном. Оно сочетает в себе свойства стекла солнцезащитного и энергосберегающего. Чаще всего используется в архитектуре украшений наших городов. Внешне оно имеет разные цвета и при этом создает энергосберегающий эффект. Установка энергосберегающего стекла в окна, уже полученные фактические цифры, позволяет экономить до 30% электроэнергии. Расскажу за счет чего. В жаркие дни стекло имеет возможность не пропускать солнечную энергию и не нагревать здания. Соответственно, не нужно использовать кондиционирование, не жгется лишняя электроэнергия. Зимой происходит обратный эффект. Тепло, которое получаем мы путем нагрева горячей воды, движения горячей воды по трубам, оно остается в помещении и не покидает помещение. Опять же, за счет эффекта энергосберегающего стекла. Таким образом, энергосберегающее стекло на сегодняшний день является одним из важных элементов конструкции зданий. Еще одним видом продукции гомельских стекольщиков заинтересовались в Европе. Это ламинированное стекло, которое сочетает в себе энергосбережение и безопасность. Ламинированное стекло состоит из двух листов стекла, между которыми находится полибутиловиниловая пленка, которая и в принципе создает эффект безопасного стекла. В результате, при случае разрушения этого стекла, осколки не разлетаются, они остаются склеенные между собой. В последний год большой популярностью на рынке стало пользоваться стекло ламинированное с нанесенным на него энергосберегающим покрытием. То есть здесь подсочетаются сразу два свойства – энергосбережение и безопасность. То есть есть стандарты, в том числе в Европе, которые требуют наличия безопасного стекла, начиная уже с третьих, четвертых этажей, стекло ставится уже безопасное. То есть ламинированное стекло или закаленное. Сложный в обработке и очень деликатный строительный материал сегодня, благодаря передовым технологиям производства, перестал быть хрупким. Наоборот, он стал долговечным, безопасным и его теплопроводность почти сравнима со стеной. В прошлом году мы реализовали 4 миллиона стекла с покрытием. Сейчас это стекло очень востребовано на рынках, особенно в Европе. Наш основной покупатель – это более 50% Украина. 27% мы оставляем в Республике Беларусь по программе импортозамещения. Остальную продукцию мы реализовываем в Молдавию, Польшу, Российскую Федерацию и в страны Балтии. Сейчас эта продукция пользуется большим спросом и в связи с этим мы наращиваем объем. В этом году мы планируем реализовать 4,5 миллиона стекла с покрытием. За последнее время на предприятии сделано многое. Запущен проект-эксклюзив, комплекс газоочистки и две мини-теплоэлектростанции. Уменьшилась и энергоемкость оборудования. Все это, безусловно, позволяет снижать себестоимость продукции и успешно конкурировать на мировом рынке. Сегодня продукцию гомельских строительных предприятий можно увидеть не только за рубежом. Она полностью обеспечивает белорусский рынок. Ее используют как при строительстве энергоэффективных домов, так и в реконструкции старых. Этому способствует и указ президента 327 о повышении энергоэффективности многоквартирного жилищного фонда. Основная цель поддержать граждан в их желании снизить потребление тепла, повысить комфортность проживания. Хочу отметить, что в нашей стране порядка 40 процентов теплоэнергии идет на отопление и подогрев воды в жилищном фонде. При этом основное количество жилых домов было построено до 1996 года и, как правило, имеют очень низкую энергоэффективность и высокое потребление тепла. Ну, порядка 160 и выше. 200-250 доходит киловатт час на метр квадратный. И в этих условиях, с учетом поэтапного роста стоимости теплоэнергии, необходимо было, конечно, создать условия для граждан, чтобы они сами вкладывали в собственность средства модернизацию своих жилых домов. Перечень работ при тепловой модернизации может быть разным на усмотрение самих жильцов. Это как частичный, так и комплексный объем работ по утеплению. Обустройство теплового узла, подъездов, кровли, квартир. Все зависит от желания и кошелька. Объем выполняемых работ будет напрямую влиять на стоимость. Однако в чем же отличие капитального ремонта от тепловой модернизации, предусмотренной указом номер 327? Хочу отметить, что капитальный ремонт – это восстановление физико-технических потребительских качеств жилого дома, которые были утрачены в процессе эксплуатации. А модернизация, в том числе тепловая модернизация, это уже улучшение потребительских качеств жилого дома и оснащение новыми какими-то инженерными сетями и другими видами и так далее. Поэтому, повторюсь, что на собраниях мы гражданам предлагаем все-таки поучаствовать в этих мероприятиях. На сегодняшний день имеется финансировано проведение этих работ. Хочу отметить, что, как показала практика у наших соседей, что при проведении энергоэффективных мероприятий значительно снижается как плата, конечно, за тепло, так и, в общем-то, повышается комфорт проживания в жилых помещениях. Теперь, согласно указу, жильцы, независимо от капремонта, могут утеплить свой дом, заменить систему отопления и многое другое, пользуясь поддержкой государства. Гражданам предлагается возместить до 50% затрат на повышение энергоэффективности дома. Оставшуюся сумму можно будет погасить в рассрочку равными платежами в течение 10-15 лет. На сегодняшний день у нас идет оплата практически всех коммунальных услуг, основных жилищно-коммунальных услуг в стопроцентном объеме. Единственная услуга, самая дорогая, ну и важная, я бы сказала, остается услуга теплоснабжения. Сегодня порядка 20% только граждане платят за эту услугу. Поэтому основные цели указа – снизить теплопотребление и уменьшить, естественно, оплату услуг. Хочу еще обратить внимание наших граждан, что все-таки участвует в тепловой модернизации жилых домов, поскольку это все-таки очень выгодная программа как для граждан, поскольку, повторюсь, они уменьшат плату за тепло, повысят комфорт условий, так и, в общем-то, выгоды для самого государства, поскольку при снижении объемов тепловой энергии приходится меньше покупать как газа, так и других теплоносителей, что в целом благоприятно будет влиять на экономику страны. Необходимо добавить, что тепловая модернизация – дело сугубо добровольное. В любом случае решение будет приниматься на общем собрании собственников дома двумя третьими голосов. Если оно будет положительным, участвовать в мероприятиях по утеплению должны будут все жильцы. К слову, капитальный ремонт пока никто не отменял. По капитальному ремонту у нас в области в этом году запланировано 203 дома выполнить работы. На сегодняшний день работы идут в полном объеме. В рамках выделенного финансирования, конечно, будем корректировать какие-то, видимо, позиции по областям. Тем не менее, гражданам хочу сказать, что все объекты, которые мы планируем, они на сайтах есть как гороисполкомов, так и наших организаций. Любой гражданин может посмотреть, когда их дом попадает в план капитального ремонта. Существует немало способов, как сохранить комфорт в нашем доме. И все это можно сделать с душой. Так утверждают воспитанники и педагоги Гомельского детсада номер 108, которые прислали в нашу программу свой видеоролик. Пусть узнают все на свете, даже маленькие дети. Экономить нужно в доме газ, тепло и даже воду, чтобы было хорошо, всем уютно и светло. Вот тебе правило простое. Отопление зимой, много сил и денег ест. Закрывай-ка дверь в подъезд. Свет включай, когда темно. Солнышком расшторе окно. Сэкономлю ват, катушку, папку с ней, игрушку. Был на кухне или в ванной, закрути покрепче краны, чтобы не капала вода, береги ее всегда. А взрослыми на кухне просто нужен глаз да глаз, чтобы не тратили напрасно дорогой природный газ. Сэкономлен будет газ, на батуте скачешь час. Только там народ богат, где энергию хранят. Где в общем царит расчет и всему извещен счет.